Без шума и пыри парламент принял очередной бюджет нашей страны, бюджет 2018 года. Сегодня в студии будет много цифр и много экспертных мнений. У нас экономисты за этим столом. Эдвард Каражи, Сергей Зелендовский, Сергей Якубовский. Сегодня обсудим некоторые цифры, некоторые существенные и принципиальные показатели этого бюджета. И если вы верите в рост экономики в 2018 году, как об этом говорит правительство, либо если не верите, то все равно участвуйте в нашем интерактивном опросе. В конце программы, если останется время, подведем обязательные итоги. Итак, сначала поговорим о заявленном росте экономики. Рост реального внутреннего валового продукта будет составлять 3% при инфляции на уровне 9%. Господа эксперты, при этом рост курса доллара валюты по сравнению с официальным 26,5% сейчас, который заявлено Насбанком, планируется до 29,3%. Заложен в бюджете именно такой курс в следующем году. Он подразумевает рост минимум до доллара на 10%. То есть, как вы считаете, такое возможно, чтобы инфляция официальная на уровне 9% была ниже, чем девальвация национальной валюты? Вот тут уже многие экономисты усмотрели на расхождение и кривотолки. Вот давайте поймем, какая реальная инфляция, коли уж мы привыкли в стране жить в высоких инфляционных процессах, давайте с этого начнем. Какую вы ожидаете инфляцию в 2018 году? Ну, во-первых, связь между дефляцией и инфляцией была бы очень сильная, да, скажем так, прямо пропорциональность, если бы экономика сильно зависела от экспорта, от импорта и экспорт, был бы слабый. Сегодня можем сказать, что у нас такой достаточно паритет, экспорт незначительно преобладает над импортом. Скажем, можно сказать, что валютные поступления достаточно стабильны на сегодняшний день. И та девальвация, которая происходит или планируется произойти, у нас, скорее всего, скажем так, больше искусственная и больше вызвана тем, чтобы Насбанк, к сожалению, не видит других источников дохода на сегодняшний день в том числе, как за счет девальвации национальной валюты. То есть не говорится о росте промышленности, о росте экономического потенциала. Госбюджет, ну, страна будет зарабатывать, ВВП будет формироваться за счет девальвации национальной валюты. Нет, 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 конечно. Давайте поймем. Нет, нет, ну, рост не от этого будет зависеть. Дело в том, что, понимаете, ну, опять же, мы говорим о росте каких-то, ну, сфер, да, экономики определенных. Здесь надо понимать, что у нас у государства все меньше остается сверх влияния, да, конкретное, допустим, в промышленности, в любой сфере. 20% — это бюджет, 20% — это все остальное. И планировать за кого-то рост отдельных сфер экономики сегодня тоже никто не делает, абсолютно. Сегодня просто вот ВВП зависит от тех доходов и расходов, которые планирует государство. В зависимости от них и формируется рост ВВП. А вот эти 3%, которые сегодня запрогнозированы, по-моему, это очень такой пессимистичный прогноз, потому что я чувствую, что рост ВВП будет значительно больше. — За счет чего? А есть потенциал для роста? — Есть потенциал. — Больше 3%. 3% — это хоть не падение, во всяком случае, как это было в последнем году. — Самый главный потенциал — это легализация экономики. То есть то, что сегодня на стене находится порядка 40%, и все равно просто придется, удастся 3% легализовать, в том же рост ВВП — 3%. И при этом делать ничего не надо абсолютно. Сколько мы производили, столько и производим. Просто больше показано на бумаге. — А кто это будет делать? В стране, которая живет благодаря теме его экономики? — Можно я закончу. Потому что тот ВВП, который мы сегодня видим, это официальная картина. И тоже минимальная заработная плата, средняя заработная плата, она сегодня значительно ниже, официальная, да, значительно ниже того уровня, который сегодня есть. Потому что мы прекрасно понимаем, что за 3,200, за 3,700 в нашей стране никто не выживает, особенно в городе. Это просто невозможно за эти деньги выжить. Естественно, есть какие-то доходы. И вот эта легализация, которая происходит, тем самым мы будем получать и рост того же ВВП. Если минимальная зарплата вырастет на 500 гривен, мы увеличиваем затраты, мы увеличиваем объем выпущенной продукции, и вот вам уже 1,5-2% роста ВВП. Если учесть, что, допустим, китайцы будут строить метро в Киеве, вам еще полпроцента. Если там где-то в Днепре строятся линии метро, вот вам еще полпроцента. А это, по-моему, оно нигде не учтено. То есть это очень только этот рост, который будет исходить за чисто денег внутренней экономики. Вы уже сказали, что это скорее показатели на бумаге, вы относитесь к ним скептически. Почему? Ну, во-первых, потому что у нас экспорт не превышает импорт, а импорт значительно превышает экспорт. И эта ситуация не применяется. Но как раз за счет роста импорта, да, у нас будет расти ВВП. Потому что тот же уголь, который будет завозиться из Соединенных Штатов Америки, из других стран, он будет потом продаваться. Это еще более высокой цене, чем мы его купили где-то там. И вот эта сумма будет входить, наверное, в услуги, оказыванные населению по нагреванию воды и по теплу, да. То есть как тарифы, я думаю, что тарифы за коммунальные услуги вырастут от 20-30%. Вот эта цифра, которая указана, где их проценты, вот эта цифра. Инфляция. Да, инфляция. Это цифра, которую вот попросили, написали цифру. Знаете, как у нас уровень инфляции подсчитывается? Вот сайт управления выбирает определенный набор товаров и, исходя из этого, вот средняя инфляция. То, что касается каждого человека, это тарифы коммунальные, это лекарства. Ну да, я, например, слежу за сахаром в магазине, вот на последние полутора лет я слежу за сахаром. И каждую неделю, нет той недели, чтобы на пару копеек сахар не выросли. Ну, например, да, вот в этот индекс инфляции входят и дорогие автомобили и так далее. Да, то, что не касается нас с вами, они, конечно, касаются тех людей, которые принимают бюджет, но, опять-таки, вот там может быть 9% инфляции. Теперь, касательно вот источника роста ВП. Вот здесь, видите, телезрители здраво рассуждают, потому что они… Ну, тут у вас нормальный телезритель, и здесь идет, вот если говорить о реальном ВВП, то, конечно, никакого роста не будет. Потому что в ситуации, когда просто блокируется любая реформа, вот, например, бюджет, до этого продолжили мораторий, а то, чтобы земля стала нормальным товаром, как в европейских странах. Для чего? Для того, чтобы теневая экономика росла. Вот, коллега говорит, 40%, я думаю, что процент, потому что вся теневая экономика. Сделать ее меньше никто не сделает. Потому что те люди, которые находятся в Верховной Раде… Скажите, пожалуйста, много ли есть людей в Верховной Раде, которые не связаны с селевой экономикой? Так называется фамилия в Гугле, и все говорят, вот тот, все, кто этот… Они хотят, чтобы избиратели увидели, кто на самом деле находится в Верховной Раде, сколько он зарабатывает на самом деле. Или так, они копейки показали для них, а мы видим там миллионы долларов. Но для них это копейки, понимаете? Они говорят, это я могу не показывать, я могу показывать значительно больше. И согласятся ли они, чтобы избиратели увидели, кто на самом деле, кто эти люди? Никогда. Поэтому теневая экономика не будет уменьшаться при нынешней власти. И поэтому формально по бумагам за счет роста тарифов, за счет того, что вот на основные группы товаров цены вырастут, а потом они поделают на эти 9%, скажут, да, у нас 3%, может, это 4, экономический рост. Но реально, реально экономического роста не будет. Будет экономический спад, как у нас продолжается. То есть, если взять за последние 4 года, у нас сейчас ВВП реально меньше, чем было 4 года назад. Понимаете? А тут 3% нарисуют, Сергей, да. Я тут в чем-то согласен с Эдуардом, и в чем-то согласен Сергей. Что касается увеличения реального ВВП, допустим, не 3%, а больше 10% можно сделать, в принципе, за счет вывода из тени экономики. Да, можно, но, как правильно говорит Сергей, для этого не было ничего сделано. Это зависит от нескольких моментов. Первое – это можно, второе – налоги. Значит, то есть регулирование корявое, которое сегодня есть, в эту сторону никто не смотрит. Поэтому все будет в тени, ничего из тени выходить не будет, здесь роста бюджета не будет. Но меня больше смущает показатель, который довольно-таки цинично выглядит. Рост ВВП 3%, а инфляция 9%. То есть, ребята, вы о чем, собственно, говорите? То есть, по большому счету, вот если мы уйдем от таких вот тонких всех расчетов, у вас, по большому счету, весь рост ВВП сожрет вся инфляция, и где мы будем? То есть, это даже при тех плановых 9, что они заложили, давайте возьмем за 2,5 года. Реальная инфляция за 2,5 года составила больше 120%. Реальная. Потому что мы возьмем основную группу потребительских товаров. Энергоносители, бензин, мясо, сахар, крупы. Да, такие цены вообще, как на бензин, по-моему, они вообще не регулируются государством. Вот у меня создается впечатление, что эти вещи вообще не регулируются, они живут отдельно своей жизнью. Там, Сергей, я знаю, позиция, это монопольный сговор, там, диктация. А государство поддерживает? Да, по сути, вот людям-то что важно? Не цифры, которые предлагает и оглашает правительство во главе с Владимиром Гройсманом, а то, что реально люди видят в магазинах, на автозаправочных станциях. Мы задумаемся, да, вот что такое инфляция, это рост цен. Да. Почему цены растут? Потому что кто-то товар выносит на рынок, и потребитель его покупает. Товар хорошо продается, что делает продавец? Повышает цену, а покупатель покупает дальше. Ну, сахар нельзя не покупать, хлеб нельзя. И бензин нельзя не покупать. Сахар нельзя не покупать, потому что нужно возить этот сахар в магазин. Значит, что нужно делать? Увеличить объемы производства, правильно? Регулировать. Смотрите, ценовое регулирование сегодня только регулируют цены. В Северной Корее, в Белоруссии, в Туркмении и в Таджикистане. То есть ни одна рыночная экономика сегодня не занимается регулированием цен. И сегодня даже те 9%, которые записаны, это плановый показатель. К нему, понимаете, нам нужно относиться очень спокойно. Потому что это больше связано с теми, кто играет на долгоиграющих контрактах, на долгосрочных контрактах. Им нужно забивать ту цену, чтобы они, скажем так, не торговали в минус себе. И понимая, забивая в январе то, что они будут продавать в декабре. Инфляция, которая сегодня происходит, мы сами в этом виноваты. И, конечно, здесь может государство ввести какой-то регулятор, запретить рост цен. Цены все равно будут расти, будет дефицит. А почему не пустить на рынок конкурентов, чтобы у нас конкуренция? Вот это да. Это другой вариант? Вот, и опять же, что здесь происходит, смотрите, опять же, в чем инфляция, да? Если как такого роста цен не будет происходить, то ни один производитель на этот рынок не придет. Потому что он видит, рентабельно существует, рынок сформировался, положительного роста нет. То есть на этом рынке заработать больше нельзя. И поэтому даже та инфляция 4%, которую пишут в каждом учебнике, она рекомендуемая. Потому что даже в той же Японии сегодня борются с дефляцией. Они специально выбрасывают лишние иены в рынок, только для того, чтобы спровоцировать рост производства, спровоцировать рост цен. И наше, допустим, вот знаете, что может быть положительного? Что когда рост цен существует, растет доходность в этой сфере экономики, кто-то захочет або увеличить объемы производства в этой сфере, потому что он зарабатывает хорошо, или в другой сфере сюда перенести свой капитал, тем самым увеличивая производство. А сахар в цене будет расти. Я скажу почему. Знаете почему? Почему? Потому что 7 заводов купили немцы. И вся эта продукция сахарная будет ходить просто в Европу. Значит, рынок Украины останется без какого-то рынка насыщения. Хотя, с другой стороны, у нас период производства того сахара. И поэтому, знаете, даже рост цен не в сахарном производстве, а в том, где он продается. Но сегодня я закончу. Один квадратный метр, знаете, сколько стоит аренда в магазине? 500 гривен. И все ритейлеры, которые торгуют сахаром, возвращают деньги в течение 6 месяцев, не раньше. И тот производитель, который свой сахар ставит на полку, он вбивает и аренду, и плату, и то, что 6 месяцев денег не увидит, он пойдет в банк брать кредиты, кредиты будут. Вот источник инфляции сегодняшней недели. А кто эти 5 гривен не получает? Скажите, почему эти люди зарабатывают такие бешеные деньги на нас? Ну, вот давайте их спросим. У нас есть ли торговые сети? Давайте сюда перейдем к другим показателям, очень важно. Президенту напишем. С 1 января 2018 года предусмотрено повышение минимальной заработной платы до 3723 гривен. И, по словам Гройсмана, после первого квартала, возможно, еще большее повышение. Казалось бы, это хорошо, но как бы вы прокомментировали этот рост на 500 гривен. Ну, я прошу прощения. Смотрите, мы все равно перекликаемся с предыдущим моментом. Смотрите, что у нас происходит. Никто не говорит о том, что мы должны регулировать цены нормативами рентабельности или нормативами цены. Должны быть механизмы, которые регулируют всю экономику. Что происходит? Выступает Порошенко в прошлом году, в 2016, рассказывает о том, что мы делаем минимальную зарплату 3200. Он фактически спровоцировал рост цен у производителей за месяц. Вы помните, все же помнят, что начали расти цены. Никто еще эти 3200 не получил. И в результате мало кто их получил, потому что там другой механизм расчета. Но мясо доползло до 100. То есть нет повода, чтобы не повысить цены. Сейчас они сделали что? Второй был повод, когда там 2 месяца назад, когда пенсии, они анонсировали повышение пенсии. Опять вылезло, причем странное было повышение, но это другая тема. Опять пошло повышение цен. Он сейчас этот вот рекламирует 3700. Что у нас произошло? Наложились его обещания Гройсмана на 3700, наложились на открытые, на увеличение вывоза яиц в Европу. И у нас яйцо стоит 3 гривны 10 копеек одна штука. Вот это неумелое руководство государством. Потому что сделай, ну хотя бы промо... Для чего? Ты электорат себе подбираешь? Пока я не вижу от того, что будет повышена эта цена, она уже сегодня потрачена теми людьми, кто получит эти деньги. Она уже потрачена. И даже больше. Я думаю, что даже слегка. Я бы сказал, что там люди не дураки. Они умело руководят страной. Просто они понимают, что украинцы... В своем интересе. В своем интересе, да. А украинцы, к сожалению, вот так получается, что украинцы как нация, вот национальное самосознание сводится только к тому, что нужно быть на родном для них украинском языке и воевать с теми, кто вот на их, с их точки зрения, мешает хорошо жить. Вот и все. И потом тот же премьер-министр перед выборами в парламент повысит на тысячу гривен заработную плату. Тот же президент повысит. И люди вообще забудут, да, как они будут жить в 2018 году с этим яйцем по 30 гривен. По всему остальному. Ну, знаете, можно... Да, конечно, если так вот послушать коллег, то зарплату повышать не надо. Потому что она провоцирует рост цен. Это, конечно... Но это не дело правительства повышать зарплату. Я хочу сказать два момента. Нужно повышать. Но давайте обсудим, при каких условиях ее нужно повышать. Давайте мы не будем сейчас говорить 3 700, 4 100. Вот те 3 200, которые произошли. То есть фактически в два раза, на 100%. Причем, знаете, цифры, они такие, на слух одно, а фактически получается другое. Что произошло? Подняли тем, в основном подняли бюджетникам, которые получали минимум 1600, 3 200. Это всего лишь ограниченное количество людей. Раз. Заставили работодателей платить больше налогов с той суммы, которую они платили своим работникам. Потому что явно тысячу шуток никто не платил. И в итоге зарплату они получали явно больше чем 300 200. Им зарплату никто не увеличил, просто работодатель начал платить больше налогов. В итоге пенсионный получил дополнительный фонд 20 миллиардов. Раз. Средняя заработная плата выросла на 23%. Пенсия выросла на 40% минимальный. То есть рост есть. Что мы получили в итоге в инфляции? 2%. Сколько? 2% инфляции или 30% бумаги? На 2% выросла инфляция за счет того, что... За год на 2%? Да, у нас всего в стране 12%. Из этих 12% 2 до с половиной за счет роста минимального зарплаты. Пусть вы посмотрите, как выросла цена. И поэтому, более того, скажу. Вот этот, опять же, рост минимальной заработной платы, это первый вопрос номер один. Это борьба с теневой экономикой. Потому что сегодня, однозначно, та средняя зарплата, которая из 7300 сегодня есть, даже 400, вы пройдите, мало кто получает такую зарплату. Сегодня, чтобы в Одессе выжить, семья должна получать около 20 тысяч. Иначе она будет жить ниже прожиточного минимума. Одесситы живут. Сегодня цены в Одессе, я не хочу никого убить, даже парад за Одессу, выше планеты всей, всей Украины. Если мы поедем в Ивано-Франковск. Тиевые, серые. Понимаете, чем? На официальном. Цены, я прошу прощения, я говорю о зарплате. Не, нет, цены тоже достаточно. Цены значительно выше, чем в Анафранковске. Реальные доходы. Естественно, чем выше реальные доходы, тем выше цены. То есть у пенсионеров, одесситов высокие доходы, вы считаете? Я говорю в среднем по стране. Средненькое расслоение. Не в среднем. Подождите, в среднем, почему? Потому что, да, 5% вообще ничего не платят. Занимаются контрабандой. Всего чем угодно. Очень богатых, они действительно, да, приехать нельзя по Одессе, грабадные, дорогие машины, да, люди ничего не платят. Стоимость 100 тысяч долларов и выше. Да, 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 конечно, в среднем, что выходит, да, что средний доход растет. Но большая часть населения живет очень тяжело. Если человек заболевает, он, к сожалению, должен просто умереть. Потому что выжить и заплатить за лекарства он не может. Поэтому то, что сейчас происходит, называется геноцид украинского народа. И в Одессе то же самое. И любой тот, кто все-таки защищает эту систему, он, ну, может быть, как бы из тех 5%, которые живут прекрасно, ему пожмут руку и скажут, молодец, ты нам поможешь, может быть, на следующих выборах остаться у власти. Но те люди, которые просто умирают, у нас, какое сейчас количество людей живет в Украине? Там 32 миллиона, кто-то говорит, кто-то 30. Но было 52. Да, только хозяин аптеки тот же Одессит, который ваш сосед. И цену делают 50%, и 300% те же самые лекарства. Сегодня дешевых лекарств в аптеке просто нет. Но кто эти цены ставит? Такой же малый, средний бизнес, который вы называете. У него в аптеке рентабельность максимум 10%. Я знаю, у меня два человека бросили аптеку. Давайте пройдемся по отраслям, ведь все познается в сравнении. Финансирование армии в этом году, в следующем году, согласно бюджету, увеличивается на 21%. Министерство внутренних дел, наша доблестная полиция, на 20% больше. Слубы безопасности Украины на 13% больше будет финансироваться. Генпрокуратура на 16%. Ну, и стоит поговорить о затратах на обслуживание властных органов. В следующем году они вырастут на 17%. Любопытно, что в целом на оборону страны в следующем году выделяют практически на 20% больше, чем в предыдущем, а на образование почти на 4% меньше. Все вы здесь представляете вузы. Вы согласны с тем, что армия будет финансироваться, ох, как круто, а образование, ох, как не круто? Я могу сказать, что это удар по армии, понимаете? Чем больше у нас выделяется денег на армию, тем армия становится слабее. И несколько недель назад мы видели, чем кормят офицеров вооруженных сил в Харькове, да? Червяки, тараканы. Мне кажется, что армия это то, на чем легче всего, собственно, манипулировать. Поэтому мира на востоке Украины не будет, пока выделяется по 20-25% больше денег, потому что воровать на войне и на армии. Посмотрите, само же Министерство обороны рассказывает дата. Тут 15 миллионов гривен выделили какой-то фирме прокладки, там миллиард выделили, и все равно выделяют все больше и больше. У нас то, чтобы навести порядок и сократить финансирование, чтобы оно было эффективное, его раздувают. Поэтому, конечно, на вузах украсть сложнее, чем на армии. Но разве справедливо, что даже официальные цифры, неприкрытые, публичная плоскость, к которой может ознакомиться каждый желающий, говорят о том, что образование на 4, практически на 3,8% меньше будет финансироваться в 2018 году. Ну как так? Я знаю, что на 25% повышают зарплату учителям, преподавателям запланировано. Вот, знаете, здесь вопрос очень такой, так нельзя просто говорить нахрапом, да? Потому что надо понимать, на что эти деньги пойдут. Если эти деньги пойдут на рытье окопов и на бетонированные какие-то сооружения, то деньги выброшены. Если деньги пойдут на покупку военной техники, которую нужно произвести, она дорогостоящая, чтобы ее произвести, ее будут производить в Украине, то, в принципе, деньги пойдут не в армию. Это просто армия за эти деньги купит технику украинской экономики. В принципе, это нормально. Даже если это будет пускай украинское топливо, где отцы с деньгами все равно возвращаются. Если поднимать людям заработную плату за эти деньги, тоже не так уж и плохо. Но, возможно, стоит еще и компенсировать утраты, которые были в Калиновке. Поэтому, вот за такие вещи тоже. Мы там миллиарды, понимаете? Если военные будут строить жилье за эти деньги, деньги идут в экономику в итоге. То есть не так уж плохо. Поэтому здесь было бы идеально посмотреть по статей, куда эти 165 миллиардов идут. А если брать нашу армию, то пока начиналась война, мы знаем, что было 5 тысяч человек боеспособных. Армии фактически не было. Сегодня армия приближается к 200 тысячам. То есть 195 тысяч. Боеспособных 200 тысяч? Было 5 тысяч в то время. Кто вам такое сказал? Армия могла, извините меня, Крым освободить? Министр обороны. Нет, не по количеству, а боеспособных. Те, которые могли что-то делать. Вам сейчас напишут все, что угодно. Чтобы сказать, почему сдали Крым и устроили то же. Смотрите, опять-таки тут у меня получается, что в чем-то я согласен с Эдуардом. Смотрите, ситуация в том, что, как товарищ Кайзер сказал, что кто не кормит свою армию, будет кормить чужую. То есть армию бесспорно надо содержать. Как правильно говорит Эдуард, если надо потребовать у Юценюка отчета, где делись деньги на эту псевдостену. И вот это зарытые и украденные деньги. А вот действительно, если разработка оборудования, новых программ, систем слежения и прочее, это действительно надо. Но то, что они умудрились написать, что на образование меньше, я, честно говоря, не помню, сколько там на здравоохранение. Вроде и больше нет. Нет, нет, там на самом деле все гораздо плачевненько. Сегодня идут подготовки. Здрав увеличивается с 74,6 в 2017 году до 86 в 2018. Это условия к инфляции и по всем остальным. Пока я сталкиваюсь с ситуацией, что вот я общаюсь с различными общественными организациями, что пока что людям доводят плановые цифры, сейчас же декабрь месяц уже, считайте, половина, да, уже сейчас люди готовятся к 2018 году. И пока им говорят, нетушки, вот тебе на свет будет в полтора раза меньше, вот тебе на воду в полтора раза меньше. То есть у меня возникает вопрос, если у меня в кармане было всегда 2000, сейчас у меня 4000, то к чему я еще буду своей жене говорить, нет, я тебе не дам на сапоги, ходи в тапках, да, то есть как бы странно. Там они говорят, у нас доходы растут, а здесь они там урезают, там урезают, там урезают. У меня такое впечатление, что на самом деле там до конца люди не понимают, чем они занимаются. Вот они в монопольку играют. То, что они ушлые, как Сергей говорил, хитрый, да, они знают, где себе взять, вот в монопольку фишечки взять. Но они не понимают процессов, потому что на самом деле время идет, и наша жизнь не такая вся вальяжная, и не настолько так все просто. И события на Востоке, да, и Европа нас не так сильно и ждет, и внутренний потребитель, и реальное расслоение общества. А то, что они собираются, кроме того, что прокуратура, показали сколько, СБУ, можно узнать, чем занимается прокуратура вообще? И оценка выступает. Для чего создали ДБР, создали НАБУ, создали НАЗК, создали антикоррупцию. Это все государственные структуры, которые... С огромным финансированием. С огромным финансированием. Для чего? Для того, чтобы ловить Саотешвили на крыше? И не поймать. И не поймать. И то, что уже третий год подряд патрульная полиция говорит о тотальном дефиците кадров, увеличивается каждый год финансирование, а дефицит кадров все увеличивается и увеличивается. Криминогенная ситуация обхудшается, а МВД мы финансируем все сильнее. Ну вот это очевидные вещи. Я говорю, мы не изучали глубоко этот закон, мы, собственно, собрались для того, чтобы просто посвятить людей в подробности этого проекта бюджета, но, тем не менее, есть вещи, которые очевидны. Давайте поговорим о политической составляющей этого вопроса. На самом деле, в прошлые годы, еще совсем недавно, даже обсуждение бюджета в политикуме среди элиты вызывало огромное количество принципиальных дебатов. Сейчас бюджет приняли, да, в 23-23 ночи, но, тем не менее, все спокойно, мирно и ладно. Есть информация о том, что, опять же, это из СМИ, что за лояльные, за позитивное голосование депутатам предлагали 30 миллионов. То есть, вот, есть такая информация, да, ну, при таким депутатам, которые были на грани, да, то есть, могу туда, могу сюда. Да, 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 причем 270 человек, то есть, там хорошие деньги предлагали проголосовать. Это, опять же, информация из СМИ, это не моя личная информация и неофициальная, разумеется, она официально быть не может. Но какую-то бутылку предлагают. Как так получается, что бюджет, пожалуй, самый неоднозначный за последние годы, а вот обсуждений в обществе он вызывает крайне мало? Ну, понимаете, чем бюджет отличается от предыдущих бюджетов, чем его особенность? Во-первых, пропали субсидии, пропали дотации для отраслей. Они уменьшаются, да. Их фактически нету. И раньше, действительно, олигархов было больше, да. Один лоббировал для себя льготы в угольной промышленности, другой лоббировал для себя тарифы на режим транспорта для перевозки металла. И таким образом они садились и до того, как, почему-то договор принимали. Потому что они сидели и никак не могли решить. Сегодня бюджет вынесли сразу наружу, до обсуждения. А обсуждать его, как делить прилюдно, ну, как-то опасно, стрёмно. Потому что вдруг об этом узнают и будет видно, кто куда тянет на себя одеяло. И почему было 80, стало 50, да. И поэтому стало как-то, знаете, так, мы же не видим всего этого, мы не чувствуем. И вот это, как только вы дележали, потом тихо, спокойно, достаточно мирно, если внешне посмотреть, что-то внутри в куларах, конечно, надо там присутствовать. Но визуально кажется, как будто такой рядовой вопрос, ну, приняли бюджет, ну и приняли. Нет, ну вот в украинской правде появилась статья, да, сколько каждый получил олигархов. Я согласен, сейчас, как бы, олигархи сконцентрировали значительно больше силы, чем было там при Януковиче. Янукович тоже что-то им мешало. Теперь и президент-оллигарх, еще пару человек. То есть они, буквально, три человека. Они между собой поделили это в кабинете у президента, и зачем действительно выносить 40 земли из СБ, я согласен, да, все это обсуждать прилюдно. Тем более народ у нас такой, знаете, революция достоинства, она привела к тому, что у нас гражданское общество просто оказалось уничтоженным. Потому что подмена понятий, активист это тот, кто берет там и силой чего-то добивается. Вот активисты пришли, то сделали, то сделали. Активисты у нас нарушают закон, да. А на самом деле активисты те, которые, да, их, конечно, выпускают, потому что они же активисты, даже они хорошие, да, они же нарушают закон, они бьют полицейских. Это считается нормально, да, после Майдана, когда 40 человек убили, милиционеров, воинов, вооруженные силы Украины, кто-то их приравнял к небесной сотне. Хотя эти люди, они достойны больше уважения, они выполнили свой долг, да, они стояли там на морозе, их убивали. Ведь не генералов, которые давали приказ расстрелять майданцев, убивали, простых же солдат убивали, простых милиционеров убивали. Вы сами понимаете, начальники не шли на Майдан, они сидели и до сих пор сидят в хороших местах. И вот этих людей, когда убили, сейчас над ними издеваются, избивают тех же новых полицейцев. Почему они хотят идти? Да, зарплата у них хорошая, потому что к ним отношения, понимаете, они на них плюют, понимаете. Потому что после этого Майдана, когда убивали милиционеров, да, сейчас их не убивают, просто избивают. А потом выпускают тех, кто... Попробуйте в Америке ударить полицейского. Этот человек сядет лет на 30, активист, он не активист. Вот полицейский, докажи, что он не прав, полицейского арестуют. Но бить полицейского нельзя нигде, а у нас можно. И пока это будет продолжаться, вот такое у нас будет гражданское общество. Поэтому нет смысла с ним обсуждать что-то, люди не реагируют, когда их защитник, потому что полицейский это наш защитник. То есть, его бьют, а мы никак не реагируем. А Сергей Коротко, что мы говорим. Да, я боюсь, по поводу бюджета, почему так гладенько и тихенько и красивенько пришло это все обсуждение и согласование, я боюсь другое. Мы за последние несколько лет уже четко видели не один раз. Нам показывают один документ, в результате, в конце концов, попадает в печать и прочее, прочее другой. Ну, я не уверен в том, что вообще вот то, что обсуждалось, что потом мы получим именно это. Там на этапе доведения до реального, ну вот уже в начале года до исполнения, до казначейства, там уже может многое что поменяться. Ну, а с чем я согласен Сергеем, дело в том, что просто до нас перестали за людей принимать, по большому счету. Поэтому они живут в Киеве своей жизнью, они считают, а что мы будем с холопами-то общаться? Да, абсолютно согласен. Они нас за людей не считают. Вы верите в рост экономики? Последние три минуты цифра одна. 97% наших телезрителей не верят в рост экономики в 2018 году. Мы надеемся, что большая часть, те, кто голосовал, понимают, о чем идет речь. Как-никак немножко умеют считать и оценивают доходы с расходами. Откуда такое неверие? Давайте пару слов каждый из вас скажет, и мы будем заканчивать программу. Ну, во-первых, наверное, голосуют же одесситы. Ну, разумеется. Да, и они понимают, что производство в Одессе не работает. И оно работать не будет в Одессе. Почему? Потому что, во-первых, очень дорогая земля. И жители области тоже у нас. Да, очень дорогая земля, раз. И очень дорогая рабочая сила, два. И, к сожалению, Одесский регион сегодня неконкурентоспособен для какого-либо производства. Может быть, сельская местность где-нибудь еще может поставить. А все судят по производству экономики. От того, что у нас больше строится домов, на 25% больше, чем во всей Украине, с каждым годом плюс 25, плюс 35, плюс 25. Переизбыток. Переизбыток, да. Но откуда же оно появляется, откуда же оно растет. Ну, поэтому люди не чувствуют такого роста своих доходов резкого, как бы хотелось. Естественно, то, что они чувствуют сегодня, они это переносит на будущее. И полный пессимизм. Один из основных законов философии гласит, бытие определяет сознание. Когда человек, проживающий в нашей стране на протяжении последних... Ну, мы откровенно будем, где-то после 2004-2005 года. До 2005 года было какое-то движение, надежда, то-то-то. Да и рост экономики где-то в годы с 1998 по 2004 пришлось. Значит, вот после 2005 года люди стали видеть, что, к сожалению, с каждым днем все хуже. Власть меняется, попередники меняют попередников. Значит, кровосесии уходят одни, другие кровосесии приходят, а ничего не меняется. Людям становится жить хуже. И они не видят предпосылок, не видят, что бы происходило в обществе для того, чтобы могло стать лучше. Это уже просто на уровне подсознания, на уровне психологии. Да, ну, я думаю, что эти цифры показывают, насколько интеллектуально одесситы выше тех, кто живет в Киеве, во Львове. Понимаете, даже в Советском Союзе, благодаря тому, что много одесситов плавали, Одесса жила своей жизнью. Никто не верил ни Брежневу, ни московским лозунгам. И то же самое сейчас происходит, да, вот большая часть Украины довольна, вот мы вот возрождаемся. Почему? Потому что наш президент так красиво говорит, и у нас принят такие законы, которые вот и язык, и культуру, вот только благодаря законам поднимутся на высочайший уровень. А одесситы, они рассуждают головой, они понимают, что когда люди только лозунгами действуют, да, вот как в Советском Союзе Боженской, да, когда разруха в голове, то все, разруха и вокруг, так он говорил, да. То же самое происходит в Украине. Чем больше лозунгов, тем хуже экономика. Понимаете, потому что человек сказал мало, сделал, и это нормальный руководитель. А у нас очень много наобещали, и вот я согласен, да, во время помаранчивой революции, после помаранчивой революции, все, вера нормальных людей в эту страну стала снижаться, потому что были колоссальные лозунги, и ничего не было сделано. Не после помаранчивой революции, тем более после революции достоинства. Поэтому одесситы, они здравомыслящие люди. И я понимаю, нам тяжело жить в нынешней стране, потому что таких, как мы, очень мало. К сожалению, люди одурманены пропагандой, что там в Москве, что в Киеве, она совершенно одинаковая, только акценты другие. А одесситы, они всегда привыкли думать, и вот показатель, то, что думающие люди слушают и смотрят ваш канал. Спасибо, уважаемые гости, за то, что пришли в эфир. Мы обсудили сегодня бюджет 2018 года, который приняла Верховная Рада. Оставайтесь на репортере, счастливо увидимся. Спасибо. Спасибо. Да, кстати, ремарка. Вы с 1 января, если будете планировать программу...